Развитие, люди, перспективы. В преддверии 90-летнего юбилея горно-обогатительного производства ММК телекомпания ТВИН рассказывает о его подразделениях. На этот раз речь пойдет об агломерационном цехе. Подробнее в сюжете Юлии Никифоровой. Агломерационный цех был организован на Магнитогурском металлургическом комбинате в 1937 году. В последние годы в развитии агломерационной отрасли ММК произошел настоящий технологический, производственный и, что очень важно, экологический переворот. Напомним, в сентябре 2019 года случилось знаковое событие в истории аглоцеха. Остановили и вывели из эксплуатации аглофабрику номер 4. Были запущены обе агломашины новой пятой фабрики. По словам начальника агломерационного цеха Николая Воронкова, основные потребители металлурги доменного цеха, агломерат пятой фабрики оценили. Он выше по уровню качества. Содержание железа в нем достигает проектных показателей – 57%. В доменный цех теперь по максимуму стараются отправлять именно его. Если сравнить выведенную четвертую аглофабрику и пятую аглофабрику, это абсолютно новые технологии, это абсолютно новый подход в плане цифровизации, в плане качественных показателей. Чем меньше содержание мелочи в агломерате, тем лучше идет газодинамический процесс в доменной плавке. Соответственно, лучше показатели по выпуску чугуна, меньше расходуется кокса и меньше выносов пыли в атмосферу. В настоящее время аглофабрика номер 5 производит 15 тысяч тонн агломерата в сутки. Металлурги стремятся вывести объект на проектные показатели производства – 16 700 тонн агломерата в сутки. Здесь работают профессионалы, среди которых есть металлурги с научной степенью. Дмитрий Гущин, к примеру, в свое время защитил диссертацию по теме, связанной с улучшением физико-химических свойств агломерата. В 2012 году я устроился на ПАО ММК в электростралиплавильный цех. Параллельно с работой занимался учебой в аспирантуре. И через два года, занимаясь в аспирантуре, тема диссертации была связана с агломерацией. Предложили перевестись в агломерационный цех. С 2014 года я работаю в агломерационной цехе. Получилось так, что и практика, и теория сошлись. Параллельно с производственными задачами руководство Аглацеха занимается реализацией экологических проектов. В настоящее время ведется модернизация старых производственных объектов, второй и третий агломерационных фабрик, сероулавливающих установок. Цели – максимальное снижение выбросов пыли и диоксида серы в атмосферу нашего города. У нас сейчас на сероулавливающих установках происходит реконструкция. Сейчас поищут подрядчик, который будет устанавливать конвейера на второй сероулавливающей установке. На третьей серии остановили третью погладительную систему. Там ведется полная замена. После этих всех работ экологическая атмосфера в цеху, и не только в цеху, в городе должна быть получше. В 2021 году, когда горно-обогатительное производство будет отмечать 90-летие, горники-металлурги агломерационного цеха запланировали выпустить 750-миллионную тонну агломерата. Люди у нас хорошие, коллектив у нас добросовестный, работоспособный. Мы готовы выполнять производственные задачи. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.